Библейский портал экзегет.ру представляет Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единодушны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смирномудрию и почитайте один другого в высшем себя. Итак, апостол пишет и снова наставляет в том и продолжает эту мысль о том, что быть необходимо единодушными и единомысленными. Где проявляется эта единодушие и единомыслие? В чем? Ну, во-первых, во-первых, в исповедание веры. Не может быть никаких разногласий или разномыслей в вопросе исповедания веры, который кратко содержится в Никео-Цареградском символе веры. Это основа основ духовной жизни. Могут быть какие-нибудь полемики или какие-нибудь различные суждения по тем или иным вопросам. Да, могут. Богословские могут? Могут. Но которые не касаются основы исповедания христианской веры. Это очень важно. Поэтому апостол здесь и говорит, и обращается к христианской церкви, чтобы они проявили всю любовь и милость и сострадательность, и были единодушны и единомысленны. И не надо думать о том, что исповедание веры — это какая-то схоластика или просто какая-то отвлеченная философия. А исповедание веры приводит человека, снова повторю, в состояние покаяния, то есть перемены мировоззрения. И только такое состояние человека, когда он меняет свое мировоззрение, отрешается от прежнего языческого понимания о том, как этот мир произошел случайно, что злое оно постоянно здесь в мире так и будет и бесконечно, что все произошло из какого-то материального мира, что человек умрет, этим все закончится. Вот это старое прежнее мировоззрение, его нужно выбросить через покаяние и приобрести новое. И только тогда, в этом новом мировоззрении, где любовь проявляется к Богу, вот возьмите, я говорил уже об этом как-то, эволюционный подход, как он влияет на нравственную составляющую человека, на этику, скажу. Если по принципу эволюции человек что? Кто выживает? Выживает сильнейший вид. Правильно? Да. То есть принцип жизни какой? Выживание. А самый главный принцип, чтобы выжить? Раздави ближнего, иначе ближний раздавит тебя. То есть любыми путями выжить. Заповедь христианская звучит иначе. Возлюби ближнего, как самого себя. А заповедь выживания вида будет раздави ближнего, иначе ближний раздавит себя. Поэтому снова повторю, что вопрос исповедания веры, то есть понимания, то, что изложено, опять же повторю, кратко в Никео-Цареградском силе вере, то, что, в общем-то, достаточно подробно есть у отцов в церкви, понятия, все эти понятия. Ну, хотя бы, с чего кратко начать, это катехизис Филарета Дроздова, митрополита, святителя. Хотя бы с него краткое понимание для того, чтобы поменять свое мировоззрение. И только тогда, когда это произойдет, то, что пишет, о чем апостол Павел, произойдут совсем другие отношения между человеком и человеком. Ну, как? Не о себе только каждый заботься. Все здесь достаточно емко и красиво. Не о себе только заботься, но каждый о других. Каждый о других. Почитайте один другого выше себя. И заботься каждый о других. Представьте, какая была бы жизнь, ну, если бы она могла быть в этой жизни, ее просто, к сожалению, никогда здесь не будет на земле, когда люди заботятся друг о друге. Вот видят, как сказано, носите недостатки друг друга, тяготы, и так исполните закон Христов. Видят, что там человек что-то не успел сделать. Оставил после себя. Возьми, молча сделай. А он видит, что ты, он молча это сделает за тебя. Если бы каждый был единомысленный и единодушный в исполнении заповеди Божьей, то, ну, с точки зрения гуманизма, можно сказать, что рай бы на земле настал. Хотя мы знаем, что на земле его не будет. Но бывает, как скажем, бывает устройство государственное хорошее, где действительно заповедь Божия стоит на первом месте. Бывает не очень, где они попираются, но бывает никудышно, а бывает, где они извращаются, бывают совсем никуда не годные. Поэтому. Вот это вот важно понимать, что, о чем здесь пишет апостол Павел, не о себе только каждой заботе, а принцип эволюционный, это как раз позаботиться только о себе. Принцип комфорта, где каждый заботится о себе. Каждый о себе. А что нам другие? Но, пишет апостол, ибо у вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. В другом послании апостол скажет так. У вас должен быть ум Христов. Ум Христов. А как всего этого избежать? А здесь, чтобы всего этого избежать, то есть того, чтобы... Как все это воплотить в своей жизни и избежать того, чтобы в нас были чувства не наши, а Христовы? Чтобы ум был в нас не наш, а Христов. То, чтобы воля была не наша, а Божия. Об этом сказано апостолу Павлу в самом начале. Он пишет, ничего не делайте по любопрению. Что такое любопрение? Ну, это лишь бы поспорить, неважно о чем. Вот я вот на своем стою, вот как похож человек, да, на такого животного, который там, два животных столкнулись на мосту, известная детская сказка, и уперлись они друг друга рогами, и никак они не хотят. Так и будут стоять. Да. По любопрению, дальше говорит, по тщеславию, но все делайте по смириномудрию, почитая один другого выше себя. Вот два препятствия. Это любопрение, то есть пустословие фактически, когда спор идет ни о чем, и когда люди начинают ругаться друг с другом, потом начинают понимать, слушай, о чем мы вообще говорим? Слушай, да вообще же ни о чем. Вот с чего все началось? А просто вот это любопрение. Это раздражительность, любопрение. Ну и, конечно, здесь тщеславие. Я. Это же я. А вы так себе все погулять вышли. Это, в общем, здесь самый большой весь мир вокруг меня крутится. Это же всем известно. Я пуп земли. Вот откуда все это. Вот почему у нас нет чувства, ни которого Иисусе Христе. Вот почему мы почитаем ниже себя всех, а себя выше всех. Потому что у нас нет смириномудрия, потому что мы все делаем по любопрению и по тщеславию. Нил Синайский преподобный пишет об этом следующее. Цитата. Не будем ожидать, чтобы нас прежде приветствовали и уже после этого отвечать на приветствие. Это знак ума надменного и безрассудного. Напротив того, первые всегда будем приветствовать и друг друга, и врага, чтобы за сие и Бог нас восхвалил и люди одобрили, называя нас приветливыми. Ибо апостол повелевает нам друг друга честью больше себе. То есть почитайте других выше себя. «Неисполнение сего, разумею, обычай предупреждать других приветствием, расторгнуло множество дружеских связей, причинило много вражды, а тщательное исполнение прекратило долговременные брани, уничтожило непримиримые вражды, теснее связало между собой искренних друзей и увеличило взаимную привязанность». Конец статуса. Казалу, все так просто. А ведь действительно, сколько из-за этого бывают вражды между людьми. Тот, который считает, что он выше всех, он прошел мимо и говорит, «Слушай, а что это совсем, что ли, он обнаглел? Он со мной не здоровается, не приветствует меня». Апостол говорит, «Так ты не считай, что он ниже тебя и должен тебя приветствовать. Ты считай себя ниже его. И сам поздоровайся с ним». А ведь сколько действительно, как пишет Нил Синайский, из-за этого бывают сложности, проблем, что один поздоровался, другой ему не ответил на его приветствие и прочее, прочее. Поэтому Нил Синайский, этот подвижник духовной жизни, он так и говорит, что если человек первый не приветствует другого человека, что это признак ума надменного и безрассудного, то есть глупого. И здесь далее апостол Павел приводит пример самого Спасителя. Говорит, «Он смирил себя, быв послушным, но уничижив себя самого, в 7 стихе, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, да пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних». Здесь говорится о том, что Христос умолил себя. Сначала апостол Павел призывает нас не быть надменными, потом говорит, «А вы посмотрите на Спасителя». Тот, который имел все. Мог бы Христос не приходить и быть всегда, не стать Богочеловеком, а быть всегда второй апостаси Святой Троицы Духом. Да, как Отец есть Дух, как Сын был Дух до своего воплощения, так и Дух Святой есть Дух. Но Он приходит ради нас, как сказано, обнищал ради нас. То есть Он как бы себя ущемил, приняв зрак раба, то есть знак своего творения. Отцы церкви говорят, как это понять? И отцы церкви говорят, ну ты переведи все это на такие, допускают на обычные какие-то вещи. Представьте себе, вот вы для того, чтобы, например, исправить, ну пусть там какого-нибудь животного, вдруг станете муравьем. Да, давайте, будьте всю жизнь муравьем. Ну как-то не очень хорошая перспектива, все-таки хочется быть человеком. Или там, не дай бог, еще там каким-нибудь неодушевленным предметом. Ради того, чтобы спасти природу, ну стать булыжником там или водопадом. Ну тоже как-то не очень хорошая перспектива, все-таки хочется оставаться человеком, больше возможностей. Хотя Бога это никак не, скажем так, в какие-то рамки не ущемило и не могла его удержать человеческая плоть, но тем не менее эта тайна Божия говорит о том, что как-то он все же, это то, что называется из греческого кинозис, то есть он умолил себя ради нас. Смирил, сказано, себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Такие важные слова, мне кажется, нам их надо вот где-то прямо вот, знаете, бывает так, в какой-то рекламе там, чтобы человеку было хорошо дышать, там жвачку что-ли рекламировал, не помню, ему вентилятор сюда повесили, а вот нам вот так вот нужно вот так вот взять, повесить эту табличку, чтобы мы ее так сквозь стекло всегда видели и читали, что смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Вот где бы мы ни шли, на работу, дети там, в школу, везде, послушным даже до смерти стал Христос. Насколько нам нужно быть послушным? Богу послушным. Властям во Христе, послушным священно началью, послушным своим родителям, и не забывать о том, что сделал Христос. И сказано, что Бог его вознес, да, и дал ему имя выше всякого имени. Мы можем здесь себе задаться вопросом, что Христос, он нуждался в каком-то таком, чтобы Бог его возвышал, да, и он не мог возвыситься сам. Это не совсем так, потому что Христос имеет жизнь в самом себе. И вот по этому поводу пишет Григорий Низкий. Цитация. «Очевидно, что высочайшее не нуждается в возвышении». То есть, Христос был второй поста, и он не нуждался ни в каких-то повышениях по рангу. И Григорий Низкий, но чтобы не было недоумений, нужно это выяснить. Он пишет, святитель. «Очевидно, что высочайшее не нуждается в возвышении, но униженное подъемлется на высоту, становится теперь чем? Тем, чем оно не было прежде». И теперь он говорит, что это за униженное, которое возводится на высоту, чем оно не было прежде. Продолжает. «Ибо соединенное с Господом человеческое естество подъемлется к Божеству и возносится именно то, что подъемлется из унижения. А униженное есть образ раба через вознесение, становящееся Христом и Господом». Конец цитаты. Что же Бог вознес? Он вознес не просто Христа, а Богочеловечества Христа. Он вознес нашу падшую природу. Человеческую природу преобразилась во Христе. И теперь эта человеческая природа восседает одесною Бога Отца. Потому что там Христос находится, во Святой Троице, куда Он внес таинственным образом человеческое преображенное естество. То есть то, что Бог задумал о человеке в самом начале сотворения этого мира, как сказано, «Сотворим человека по образу и подобию нашему, образ, как пишет Нил Синайский, святой, это душа бессмертная, а подобие — это то предназначение, которое Бог промыслом своим задумал о человеке, чтобы возвысить его до высоты божественной. Божественной, помня, конечно, всегда, что Бог творец и человек творение, но, тем не менее, замысел был именно такой. Но человек отпал от Бога. И вот Христос приходит, становится богочеловеком, и чтобы это отпадение больше никогда не произошло в Царстве Божьем, там теперь в богочеловечестве Христа есть наше преображенное человеческое естество». О чем и пишет святитель Григорий Низкий. И мы читаем далее. «Дам пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. Небесных — это ангелов, земных — это человек и преисподних. А почему преисподних? А преисподним деваться некуда. Все признают власть Бога, когда будет пришествие второе Христа. И они также преклонятся. Но их преклонение будет лицемерным. Они уже не смогут исправить свои участи, к сожалению, особенно то, что касается дьявола и его ангелов. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос слава Бога Отца. «И так призывает апостол, возлюблены мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Такие важные слова. Апостол их как бы и подбадривает и говорит, что не только вы боялись, что я вот у вас присутствую, и поэтому служили в деле благовествения Христова, но и по отшествии моем я слышал о вас, что вы продолжаете это делать, и хвалю вас за это. И теперь говорит очень важные слова. Он говорит, «Со страхом и трепетом совершайте дело вашего спасения». Поэтому, несмотря на то, что Христос умер за нас две тысячи лет назад, дело спасения нашего не завершено, как думают некоторые протестанты, что вот надо только верить, что вот Христос умер там за нас, и теперь совершенно не важно, что мы будем делать в своей жизни. Ничего не имеет теперь значения. Все, Христос нас искупил. Нет, как думал Лютер, например. Нет. Не только достаточно только поверить в это, и уже все. Но, как пишет апостол, необходимо в настоящем времени необходимо, это слово стоит в настоящем времени, совершать дело спасения со страхом и трепетом. Потому что Бог, далее продолжает, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Бог приносит на спасение и действие по своему благоволению, то есть хотение и действие. Можем ли мы говорить здесь о предопределении, что Бог предопределил у нас все желания и хотения? Нет, это не совсем так, потому что остается свобода воли человека, и поэтому по поводу блаженный Аугустин пишет следующая цитата. Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, сказал апостол, но это не должно означать, что он лишил нас свободной воли. Если бы это было так, то выше он не говорил бы со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И когда он призывает совершать спасение, ясно, что они обладают, то есть призывают филиппийцев, что они обладают свободной, свободной воли. Однако со страхом и трепетом означает, чтобы они приписав, чтобы они не приписали себе достоинства своих доброделаний. Вот что это значит. Конец цитаты. И далее все делайте без ропота и сомнений. Ой, какой важный стих. Он такой маленький. Всего состоит из такого маленького кратенького предложения даже без запятой. Но насколько он важный. Все делайте без ропота и сомнения. Даже иногда что-то какое-то доброе дело, делая, как будто да, мы делаем всем одолжение. Сами делаем, но сами ворчим. Если уж не явно ворчим, то внутри себя там столько этих всяких ропотов. А что это я? А почему это я опять должен? Да это вообще за всех пашу, они тут вообще ничего не делают и прочее, прочее, прочее. Преподобный Ефрем Сирин пишет. Но все делайте без ропота. Смотрите, откуда происходит ропот? Может, это нас хоть остановит? Ведь те, кто ропот, считает себя мудрыми. Ефрем Сирин преподобный пишет. Но все делайте без ропота, который происходит от глупости и без сомнения, которое есть плод слабого духа. Очень кратко, ясно и разумительно. То есть всякий ропот происходит от глупости и является плодом слабого духа. Чтобы вам, пишет апостол Павел, быть неукоризненной и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно позвязался и нечетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвуя за жертвуя и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Что значит вы сияете, как светило? Ну, здесь, в общем-то, то, о чем говорит спаситель на горной проповедь, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного. Иероним Стридонский дает истолкование этим текстом, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, пишет следующее, цитата, апостол не сказал, вы есть уже непорочные, чистые, и светило, да, но чтобы вам быть. Это как раз дело перспективы, то есть дело всегда нашего свершения, нашего спасения. Отлагая исполнение этого на будущее, а не утверждая о настоящем, так как здесь подвиг и борьба, а награда за подвиг и добродетели там, где царствие Божие. Поэтому, чтобы избавить нас от того, что мы уже чего-то достигли, вот это вот то, что является самомнением, люди очень часто путают веру с самомнением, веру в Бога или самоуверенностью, а надежду с самонадеянностью, а любовь к Богу, к самолюбованию, с самолюбованием или с таким, да, с любое угождение себе. Поэтому так и пишет здесь вложенный ироним Стридонский, Стридонский, что апостол не сказал вы есть, но чтобы вам быть, да, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, отлагая исполнение этого на будущее, а не утверждая о настоящем, так как здесь подвиг и борьба, а награда за подвиг и добродетели там. Таким образом, этими словами избавляя нас от самонадеянности и уже какое-то такое вот, что мы уже совершенно во всем и ни в чем не имеем нужды. А не знаешь, как пишут, что ты нах и нищ и слеп. Далее, 19 и 20 стих. «Надеюсь, жив Господи, Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешивался духом. Ибо я не имею никого равного, усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Такие важные слова 21 стиха. Действительно. «Никто не ищет Бога, все уклонились, все развратились». Да, как пишет об этом и ветхозаветный пророк. «Все ищут своего». Но мы вспомним с вами, как апостол Павел в послании Коринфянам говорит о любви. То есть, человек, который ищет своего, тот не имеет ни любви Божией, ни любви к человеку. Помните? Послание апостола Павла Коринфянам, 13 глава, где он говорит «любовь не ищет своего». Любовь не превозносится. Не ищет своего, не радуется неправде, не сорадуется истине, все передано и верит, на все надеется. Любовь не ищет своего. Это надо помнить. Светлен Златоуст пишет об этом, интереснейше давают комментарии. То есть, цитата, «своего собственного покоя и безопасности любовь не ищет». То же говорит он и в посланиях к Тимофею. Для чего он скорбит об этом? В намерении научить слушающих не быть таковыми. Научить слушающих не искать праздности. «Ищущий праздности ищет не того, что угодно Иисусу Христу, но все ищут своего, а мы должны быть готовы на всякий труд и на всякое тягостное». Конец цитаты. Вот так. Никакой праздности. А вы посмотрите, что у нас. Все хотят отдыхать, никто не хочет работать. Все ищут праздности. Ничего не делать, вот сидеть, ничего не делать. Хочу напомнить другие слова. Исидор Пилосиот. Удивительные слова этого подвижника. Он пишет так. Пишет так. «Праздность лазейка для дьявола». Пожалуйста, можно дальше эту лазейку в свою жизнь ему открывать и расширять. Вот как пишет святитель Иоанн Златоуст. «Ищущий праздности ищет не того, что угодно Иисусу Христу». Но все ищут своего, а мы должны быть готовы на всякий труд и на все тягостное. И мы читаем далее. «А его верность вам известна, потому что он, как сын, он пишет о Тимофее на своем верном по духу и по служению апостолу Павлу и епископу, он верный, как сын отцу, служит мне в благовествовании». Видите, везде апостол пишет, в чем главное служение, он одобряет, поощряет, радуется за тех, что филиппийцы поступают, также в благовествовании, то есть проповедь Божия. Вот в чем был смысл вообще жизни церкви и почему был, он и есть. Именно в этом идите, научите все народы, крестя их во имя, отца и сына, и тогда духа. У человека соблюдает все, что я заповедовал вам. Нигде не сказано сидите и молчите, сидите и ждите, построите храм и сидите и ждите, когда к вам придут прихожане. Нет таких слов в Священном Писании. Идите, научите. Это рассказывал один пример, когда в одном селе был один священник, который, ну, нельзя сказать, что он хороший тоже, он все правильно делал. Его было служение такое, его период, это действительно нужно было построить и восстановить, и построить несколько храмов по селам, где люди там, чтобы добраться там до города, и особенно людям пожилым, это всегда очень непросто, да, попасть на службу, исповедиться, причститься. И он там делал храмы Божии, строил их, где-то ремонтировал, реставрировал, и туда приезжал сам, как мог, по мере сил, и там служил, и попрещал людей, исповедовал. Ну, вот у него был один центральный храм, в котором он был. Но народу ходило не очень много. Вот пришел другой священник, один, говорит, делает, один сеет, другой поливает, третий насаждает, но все делает Бог. Ну, второй, когда пришел священник, он тоже, ну, уже пришел, конечно, были храмы установлены, что он смотрит, людей мало, а храм там огромный, на тысячу человек, в сельской местности. Ну, когда-то люди делали для себя на века, думали, что все будет приумножаться, ну, известные события, все это, так скажем, семнадцатого года, да, взорвали, оторвали, забрали храмы, отдали конюшни, понятно. Поэтому он что сделал? Он посмотрел на все, и все это налажено, надо дальше как-то действовать. И он каждый воскресный день после службы, да, стал ходить по деревне, по деревне. То есть приходит в дом, стучится, здрасте, я ваш новый священник, я бы хотел с вами познакомиться, вы православный христианин, кричен, да, о, батюшка, заходите, да. Так одним, вторым, третьим, потом уже слух пошел, батюшка ходит, все уже готовились. Ой, смотри, а где он вчера был? А, там был, значит, сегодня к нам придет. Прошел год, и в этом храме, ну, прихожан было около 30 человек, это село, ну, это даже много для села, но через год в нем стало более 300. То есть вот это, вот это, я не знаю, из-за сказки, что это или как, я не ставлю тут никакой планки для кого-то, каждый, конечно, трудится по мере силы, по-своему, но тем не менее, это показатель тому, которому радуется апостол Павел и говорит, что Тимофей мой верный служитель в благовествовании. В благовествовании. Итак, я надеюсь, послать его тот час же, как скоро узнают, что будет со мною. И уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужен послать к вам Епофродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть вас всех и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибывать мне в печали, чтобы не прибавилось мне печали к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы увидели его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и каких имейте, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасность жизнь, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Мы видим, что два человека здесь ставятся в пример церкви. В Филиппах это Тимофей, верный сотрудник, и Епофраст. Святитель Амрусим Диоланский пишет по этому поводу следующее. Примите его, то есть Епофраста, брата и сотрудника, как он пишет в Благовестии. Вот такое толкование, цитата. Поэтому Павел вспоминает и об опасности их жизни, Епофродита, который, не усомнившись, готов был умереть за Евангелие, и, не стражаясь угроз и гонений неверующих, постоянно подбабдривал верующих. И вот еще. Апостол, цитата, просит принять Епофродита со всякую, то есть, с полной радостью, и вообще просит подобных делателей уважать. В самом деле, прибавляет он, Епофродит не за свое дело, а за дело Христова претерпел, и след, и следовательно, за общее благо верующих не щадил своей жизни. Именно он хотел восполнить своим служением то, что не было еще сделано филиппийцами для апостола Павла. Если он только служил апостолу, то все же, на самом деле, он работал на пользу дела Христова. Дело Христово есть то дело, которое Христос совершает на земле через своих учеников. Конец цитаты. То есть, мы видим, что в этом послании, как в первой главе, так и во второй, апостол Павел побуждает не только филиппийскую церковь, но и нас с вами выйти на служение проповедь Евангелия. Это очень важно. Взяв благословение, хорошенько подготовившись, найти те формы, где мы можем и найти те места и формы, где мы можем проповедовать о Христе распятом и воскресшем. Будь то больница, может быть, детский сад, может быть, какая-то школа, может быть, университет, может быть, какая-то фабрика, может быть, мы создадим какую-либо действительно библейскую школу или библейский кружок или изучение святого предания церкви у себя на приходе и будем обходить своих горожан, приглашать их в ближайшие школы или в ближайшие какие-то учреждения, сделаем какие-то пригласительные, пригласим их для изучения слова Божия, а затем расскажем им, в чем смысл божественной литургии, что такое исповедь, евхаристия, приведем их как священнику и передадим в более опытные руки духовного руководства, что нам мешает все это делать. Я скажу, я это в первую очередь скажу самому себе, гордость, тщеславие, надменность, возвышение над другими, как это я пойду, а может быть даже некий ложный стыд или какая-то непонятная такая жеманность и скромность. Не будем бояться ничего. Как сказано, у апостола все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе. Постараемся, как апостол Павел говорит, доставить ему радость, ведь он видит все, он же апостол Божий, как мы служим здесь, что мы делаем, да, и радуется с нами подобно тому, если видит наше служение в деле благовестия, как он во всем этом послании к филиппийцам и в других так и говорит, радуюсь, если вы благоествуете Евангелие и благоествуете Слово Божие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!